Морг это хорошо, морг это прохладно. Правда у нас очень старый морг, но сегодня я была там по поводу одного нашего пациента, молодой мужчина. Каждый раз на это на все уже надоело смотреть. И поэтому я стала смотреть ему, ну когда мы это делали, ему в лицо. Когда вот его резали, у него было такое сморщенное лицо, как будто он еле терпит. А когда его зашили, оно его раскладилось, словно от облегчения. Правда там была очень хорошая женщина, патологоанатом. Она все так виртуозно делает, сильная такая, сильнее любого мужчины. И вот она так ловко все делает, и странно, на таком посту и такая красавица. Ой, ей все любуются, все ей любуются. Саня, осади немного. Нас было три подруги, когда я еще училась. Три подруги. Я Рита Готье и еще одна наша сослуживица. Риту Готье мы очень любили, но исчезла из нашей жизни. А мы стали работать с сослуживицей здесь, на побережье. И вот в нашей жизни Рита появилась снова, когда попала ко мне в отделение. Ей становилось все хуже и хуже. Ей становились ужасные сны, будто бы ее мама и все родственники уговаривали ее лечь в гроб. И она плакала. Когда я дежурила, я приходила к ней, я брала ее за руку, и она жаловалась мне. У меня не падает температура, у меня не падает температура. Я предчувствовала, что будет плохо, но я не предчувствовала, что так быстро. А однажды, когда я пришла на пятиминутку, сказали, а сегодня ночью скончалась Лилина подруга, Маргарита Готье. И все с таким грохотом пооборачивались на меня. Да, действительно, у Риты была такая красивая фамилия. Я выбежала и встретила сослуживицу. Ну, она так любит выпивать, в таком состоянии гуляет с историями. И как раз в ту ночь ее выбросили из машины на полном ходу. Она мне встретилась такая подратая, но веселая. Мы с ней поговорили, и она мне говорит, не ходи, не ходи. Я бы, говорит, на твоем месте не пошла бы. Но я все равно пошла. Вскрытие уже началось. Я встала у стены. Я не стала подходить близко. Но все равно было видно иногда ее голову с забросанными назад волосами. Лицо в полупрофиль. И в тот день был патологоанатомом. Такой молодой парень мне был всегда похабин. И у него такие были прожиренные пряди. И я думаю, он знал. Потому что он в конце вскрытия закурил. И, сделав разве что для вида две трезатяжки, бросил горящий окурок прямо в живот Рити Готье. И его ассистенты все так быстро зашили. И несколько мгновений он был доволен такой своей выходкой. И никто ничего не сказал. Девушка, если можно, чуть погромче. Никто ничего не сказал. И я ничего не сказала. Я ничего не сказала. А потом я вышла. А потом я встретила его на остановке. И он отвернулся. И у него было упавшее настроение в окружении живых людей. А потом мы со служивицей в тот день искали Рити белое платье. Потому как, если девушка невинна, ее непременно кладут в белом. И мы нигде не могли купить ей этого платья. А почему-то в тот день мы купили красного карпа в этой, в полиэтиленовом пакете. То купили? Карпа красного. Еще когда я здесь училась, в горах нашли одного повесившегося мальчика лет 18. Говорили, он умер из-за несчастной любви. А на солнце он не испортился. А наоборот, замумифицировался. Долго вися. Я думаю, это еще потому, что пока он не жирный был. А для следствия мальчика не вынули из петли. А прямо с суком сняли. И сейчас он у нас на кафедре патолога анатомии. В стеклянном шкафу. И мне так странно видеть такой насмешливый финал любви. Но некоторые влюбленные желали выкрасть и захоронить его. Но только теоретически. Только теоретически. У вас тут так грязно, мальчики. Ты что тут, санитарная комиссия, что ли? Я медицинская сестра. А у вас, между прочим, в больнице вот такие вот черные тараканы. Вообще, сейчас ухожу. Это, я с вами прощаюсь. Да, только не за арку. А то вы ее запачкаете. Какие грязные. Да, иначе, а ну сейчас уйдут. Устроили на прошлых шкафах. Будьте здоровы. Я поставил на... Сейчас я ухожу. А кто вам сказали? Так, а кто же тебе виноват? Да ладно, я голову. Ладно, а что? Уши-то, я не знаю. А я куда подходил? Я не знаю, куда ты подходил. Пивную, что ли? Смотреть надо было. Да ладно, смотреть надо. Ставишь? Да. Прикликнулся походу. До свидания. Ну да, правда грязно. Справиться и дешево работать мешает. Идете, идите. Будем прощаться. До свидания. До свидания. Но я уйду все равно. Может они не прощаются? Какие-то странные. Я хочу уйти, я уйду. Ого, какие люди. Я с вами оттого. Иди сюда, иди сюда. Все-таки нужно иметь друзей. Я часто думаю о том, ну кто же понесет мой гроб. Какой гроб? Ну, собственный. Даже подойди нам и дуночку сюда. О, нет, я не специально. Просто у меня никого нет, кто бы смог бы понести такую тяжесть. Вот смотри, если это случится. Ты сделаешь это. Какой гроб? Ну как, ну мой собственный. Ведь у меня никого нет, кто бы мог понести такую тяжесть. Нет, я не специально. Но вот если, вот если, то вот ты это сделаешь. Да откуда у тебя такие мысли странные? Ах, нет у меня никаких мыслей. Нет ничего, никаких фактов. Я просто подстраховываюсь. Вот я с вами, а на самом деле, меня как будто подбивает под локоть. И идет такое расшопло мне. Спроси, спроси. Спроси у них. Понесут? Подстрахуйся. Ведь они назначились тебе в друзья. Я не могу совладать, и поэтому спрашивают. Так странно. Хотя я знаю, как повлиять на судьбу. Так и вычислила моя одна подруга. Я очень люблю ненормальные идеи этой подруги. И саму подругу тоже. Она проживает на Востоке. Она поучает, что линию жизни надо разрабатывать прямо на руке, не обязательно в реальности. Например, от природы она тебе дана короткая, неразлитая. Ты берешь что-то тонкое и острое. Прочерчиваешь, проводишь прямо по этой линии. Делай ее жирной и значительной. И твоя судьба меняется. Так просто. И сама эта подруга теперь все время носит на своих ладонях что-то острое. Или прочерчивает все время ногтем. Пока. Ну, прощайте. Ты бледная? Живая? Лицо белое, как милая. Крови нет. Да это ж медсестра. Да, медсестра из санэпидемстанции. Девушка. Малыш, не трогайте. Может, у нее позвоночник. Да она колес наглоталась. С добрым утром. Нет, чтобы больному лишнее дать, так они припрятывают, а потом балдеют. черное, блестящее. Поверхность фортепиано. И там разбросаны все мои таблетки. Мелкие такие белые. А ты ломай себе голову. Что с ней? Ажиотаж подняли? Чудо в перьях. Ой. У вас грязно, говорит, на конешце. А я говорю, у тракториста руки чище, чем у вас, у врачей. Мазут, она ж не заразная. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Один мой возлюбленный мне принес пистолет, а потом сказал, что заберет. А потом он мне принес три пистолета. И они лежали у меня долго, все заряженные. Ну, я долго жаждала его звонка, все хотелось сказать ему, забери, я предчувствую что-то нехорошее. Ну, наконец-то он позвонил, Я сказала, подготовленные ему эти слова. Он даже примчался несвойственно быстро и точно для него. Забрал эти пистолеты, разъедил их, обойма вынул, а уставы оставил. Я потом долго улыбалась, засыпая, вспоминая его озабоченное лицо, когда он засовывал под ремень себе вот эти вот обойма с патронами. Да, а потом настало время, и он мне принес уже револьвер, весь заряженный, семь пуль. Да, я часто смотрела на черный мешочек, заброшенный у меня на шкафу. А неужели он не боится за меня? Неужели? И когда он мне уже принес пятый по счету револьвер, весь заряженный, я осознала, что здесь нет любви. Нет, не так, как говорят другие девушки с подвыбой, и правдой жизни в глазах. Он не любит меня. Нет. Я очутилась в огромном, пустом поле. А глядев, которое можно было только и проронить, здесь нет любви. Более того, здесь нет ничего. Ну, еще была история с автоматами тоже. Но тут я испугалась за проживающих со мной. Родственники столь бесцеремонные, и всегда что-то нужно не у себя в шкафу, а у меня в шкафу. И поэтому я решила его спрятать в соседней комнате у моей тети. У себя она никогда не роется. Я положила я его под кровать. Но потом я подумала, что кровать-то у него панцирная. И как бы сетка эта проваливается ажем до полу. Наверное, задевает автомат. Я себе представила, как она ворочается, с пузов задевается, и прямо ночью я у него выну из-под кровати автомат. И тетя моя была как-то поражена. А потом мне показалось, что ей понравилось. Но по глазам ее я увидела, что при любой опасности, если кто-то соответствующий будет спрашивать ее, она предаст меня. Что-то такое было у нее в глазах. Но мы с ней спрятали автомат у нее на шкафу. И я купила тете очень много куриц свежезамороженных в тот период хранения. Много яиц, бананов, семечек, которые она любила больше всего на свете. Я проводила с ней долгие часы на кухне. Я пила с ней чай по несколько чашек. Я приносила ей прессу. Я дала ей ключи от всех своих замочков и шкафчиков. Я дала ей распороть свое золотое платье. Я дала ей письма от всех своих прошлых поклонников. Вообще все письма, которые я изредка получала от подруг тоже. Она вошла в мою жизнь. Она входила ко мне каждое утро, рано-рано, со словами «Пора вставать». Она была счастлива в тот период. И когда появился мой возлюбленный, с ужасными словами, я ему отдала его автомат. Так что пистолеты – это отдельная тема. А вы говорите «Лошади, лошади, лошади, лошади». Блестяще было развито коневодство в Креции и в Македонии. Лошадь, созданная Нептуном, передние ноги имела человечество и обладала даром вечи. А сердце чистокровной лошади весит шесть килограммов и даже больше. В то время как у других парок, ну, едва даже там дотягивает до пяти. А про Риту Готье я вам расскажу в следующий раз. А, это ей там в живот сигарету зашили. Внимание! До закрытия каст-тотализатора осталось две минуты. Повторяю. До закрытия каст-тотализатора осталось две минуты. Меня заботит тема красоты и тема стремления к финалу. Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, всегда переживает в своей жизни пик красоты. Хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает прекрасным. Но обычно это бывает в ранней юности. Я видела. А, вот хотя бы Саша Милашевский достиг в больнице пика красоты. Он тогда был на берегу моря на прогулке. Сидел в каталке, и я оставила его у кустов. Да, солнце падало ему на лицо. Его мучило больно, но до мгновения его лицо сделалось таким прекрасным. И это, наверное, длилось до самого заката. А на следующий день все прошло, все ушло. Оно как-то посеяло. На него легла какая-то тень. Тень, тень обыденности, тень обыденности. Значит, пик миновал, подумала я. Ну, значит, пик миновал. Значит, пик миновал. На него легла какая-то тень обыденности. Оно стало таким совершенно обычным. Значит, пик миновал, подумала я. Значит, некоторым даны минуты, некоторым даны мгновения, у некоторых как бы месяцами длится красота. Все время красота на пике, а потом как-то исчезает. А у них же годами лицо красивое. Как объяснить? Но красота всегда стремится к финалу, к самоуничтожению. И эта тема тоже меня заботит. Как объяснить? Как объяснить? Я не знаю. Нет, я не боюсь смерти. Нет, скорее бессмертия. Ну, меня просто уже заранее передергивает от этой мысли. Просто заранее передергивает, просто заранее передергивает. Одна моя подруга мне звонит по телефону и мне вдруг говорит. Она говорит, она говорит, она говорит. Бойся говорит красивых примет. Если ты попадешь в опасную ситуацию, но будут соблюдены все условия красоты, то ты, говорит, согласишься на такую погибель. Но как это, говорю, как это? Ну, она отвечает. Она отвечает. Бойся, остерегайся красивых опасных ситуаций. У тебя, говорит, туда склонность по судьбе. Если говорит, не знаю, что такое самое, никогда не встречала ни одной лилии в своей жизни. Только себя. А это песня. Это песня. Лучшие друзья девушки — это бриллианта. Бриллианта. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok